итак друзья всем привет и в этом видео пойдет речь как восстановить эффективность работы радиатора охлаждения в данном случае это на мотоцикле но и также на автомобиле таким же способом перед чем смотреть это видео жми подписываться на канал и поставь палец вверх еще на данном видеоканале будет очень много полезных видео на тематику в техническом плане да и вообще на любые темы я заливаю снимаю видео ну так поехали дальше вот у нас подопытный радиатор сейчас ребят вкратце про этот радиатор радиатор мотоцикла honda cbr 1000r он не текет он маленечко корпус у него замятый но он не текет основной его дефект это замятые соты и они замятые практически на всей площади этого радиатора скажете вы да поменяю радиатор да но поменять конечно его поменяю но цена вопроса этого радиатора 68 тысяч девятьсот с чем-то там рублей из японии сайт импекс джапан заходим смотрим ждать его месяц блин а уже почти месяц май и я как бы хочу уже собрать мотик поскорей как бы уже собираю три месяца и вот хочется уже поскорее запустить двигатель и прокатиться уже прям вообще так дальше поехали скажите закажи его с алиэкспресс да на алиэкспресс он есть он стоит 12000 ждать его сейчас с корона вирусом полтора месяца а то и два тоже не вариант как бы я не доверяю товаром с алиэкспресс тем более вот такой как радиатор охлаждения далее что вот у нас мы имеем такой радиатор для восстановления нам понадобится такой вот хомутик вот обычный хомутик из этого хомутика мы делаем вот такой вот хомутик здесь мы маленечко на наждаке наточили маленечко здесь его сужаем сужаем до такой степени чтобы он заходил в сотор радиатора с внутренней стороны и здесь ребята самое важное это вот здесь вот его подточить чтобы он был остренький здесь края немного скруглить тоже все элементарно все на наждаке выполняется и далее ребята самое простое запаситесь очень большим терпением болин очень большим и включите музыку музычку для себя и вот так вот его протыкиваете понимаете сунули высунули сунули высунули и все до конца нам его сужать не надо чтобы он у нас не провалился и тем самым мы не заминали пальцами снова сота радиатора вот ребят это элементарная задача так почему мне такой метод я использовал попробовал использовать метод другой вот одна вот линия сот я ее разобрал вывел сот и вытащил так отверткой аккуратно на этом мне потребовалось 15 минут я понял что соты не как бы приклеены что ли приварены к этим вот линиям где идет антифриз я хотел и изготовить новые соты или вставить их от другого радиатора у меня есть еще много радиаторов и вот там соты хорошие я хотел переставить но это не вариант потому что здесь вот мы просто не сможем и эффективность охлаждения у нас просто вот над сотами как бы она будет очень низкая поэтому вот такой вариант самый оптимальный на вот этот вот участочек вот у меня ушло ушло я потратил час времени на вот этот вот участочек и ребята смотрим сейчас давайте посмотрим на свет так сейчас выключу фонарик давайте посмотрим на свет вот ребят где у нас соты замятые мы там видим только чуть-чуть такой где просветик а вот где соты выпрямлены мы там даже сможем разглядеть лампочку расстояние получилось очень такое широкое это даже в принципе очень хорошо вот здесь где соты замятые мы не видим здесь мы видим лампочку здесь мы не видим лампочку здесь мы видим только вот чуть-чуть прям здесь еще более-менее не мятая здесь вот вообще замятая площадь очень сильно мятая вообще показываю еще вот раз вот мы их просто пальцами вот так вот убираем можно пинцетом можно у кого какие инструменты есть я вот пальцами убирая они в принципе убирается довольно таки легко вот так вот мы это все дело убираем аккуратненько но это я буду убирать который сделан весь радиатор вот ребят вот такой вот метод восстановление эффективности охлаждения радиатора я советую использовать этот метод только тем у которых не текет радиатор не пропускает радиатор сделанный он стоит ждет своей очереди с ним теперь все ништяк я доволен я рад ну что друзья кому понравился данный видеоролик ставьте палец вверх подписывайтесь на канал еще будет очень много видеороликов на такую тему очень полезную тему в плане механики мото авто доработки и вообще покраски и многое другое всем удачи всем пока итак ребята мотобудни продолжаются сборка мотоцикла идет так добрались теперь мы до моторчиков вот моторчики охлаждение двигателя устанавливается на радиатор вот как разобрать вот такой вот мотор мы его сняли с корпуса вот корпус и мы берем вот такие вот простые ножницы и вот сюда вот засовываем и начинаем так вот отодвигать образуется щель никаких стопорных колец здесь мы не видим поэтому он должен вытащиться опа все он вытащился что мы здесь видим мы здесь видим щетки они у нас как новые износ может быть ребят вот посмотрите сколько процентов они в общем как новые но суть разбора такова чтобы смазать подшипник здесь мы видим выпало вот шайбочка такая она вот пластиковая она ставится вот сюда вот вот так вот ребята она идет кто будет блин разбирать шайбочка так это у нас хорошо там в принципе только промыть и все а здесь у нас что мы смотрим состояние состояние самого якоря очень хорошее без углублений вот здесь углублений не наблюдается все ровно подшипник подшипничек подшипник люфтит да он без смазки конечно бы лучше все поменять так что мы вытащили все соответственно здесь тоже должна быть такая шайбочка да вот она здесь шайбочка так дальше здесь мы видим уже с этой стороны тоже подшипничек но здесь смазочка есть в принципе ребят можно промыть эти подшипники и смазать смазываются они очень просто вот здесь вот лезвием маленьким поддевается вот здесь вот и убирается вот это вот пыльнички все можно купить подшипники цена вопроса ну стоят они ну рублей сто может быть каждый и все такие маленькие подшипники можно купить но можно оставить их же потому что износа здесь нет щетки не изношены соответственно пробег у них очень маленький и это значит то что здесь просто нет смазки и все их можно оставить так один моторчик разобрали и второй разбирается наверное таким же методом вот еще второй есть но здесь он как-то по колхозному короче был поставлен вообще здесь сопли одни вот что я не люблю вообще в проводке это вот одни сопли провода должны быть хорошие что здесь вот смотрите блин ребят провод вообще короче тоненький надо хотя бы два квадрата чтобы было все таки блин охлаждение двигателя ну и что ребята я сейчас промываю смазываю подшипники я оставлю их же в принципе они нормальные подшипники ну чуть-чуть может люфт есть люфт ребята вы не смотрите вот если есть чуть-чуть люфт да это не означает то что он вообще изношен это просто это не люфт это тепловой зазор потому что эти моторы охлаждения двигателя и вот вентилятор вот этот сам сами вот эти вот лопасти они вращаются с очень большой скоростью и они могут там работать одну две минуты вот а в городе вообще очень могут часто прям работать они но на литре они работают вообще прям очень часто поэтому ребят подшипники не смотрите то что это износ это просто тепловой зазор когда подшипник работает на таких оборотах он естественно нагревается вот здесь что мы видим на втором люфта вообще нет так же как и здесь перед разбором его вообще не было люфта даже с установленной лопастью люфта вообще не было и я здесь тоже ребята я проверил перед разбором люфта вообще не было так же как и здесь еще раз я повторюсь 讓otes 100 ноет всеungkin знаете Ребят здесь такой заводской он не то чтобы герметик и вот Такой вот липкий, как пластилин Наверное, что я сделаю Я, наверное, ребят, все-таки обмажу герметиком Чуть-чуть так обмажу герметиком И посажу на герметик И покрашу корпус, зачистию Покрашу также база и лак Чтобы они у нас вообще были в хорошем состоянии Чтобы радовали глаз Так, ну что, ребята, в принципе все Вот такие вот мотобудни у меня Так, вот, ребята, моторчик номер два Давайте разберем его Перед разбором любой вещи Любого двигателя Я его вначале хорошенько мою и сушу Вот, он у меня сейчас чистый Сухой Все, с ним приятно работать Давайте, ребята, начнем вот с этой крышки Так Так, здесь у нас вот что, ребята Здесь у нас щетки Щетки видим от круга подшипника От диаметра вот В паз вот эта вот впадина Да Вернее, даже это Нет, вернее, это даже не подшипник А вот этот вот Сам якорь То есть паз для якоря Мы можем оценить состояние щеток Щетки у нас более чем живые Можно сказать даже новые Если прикинуть Сколько вот Две отвертки Раз Два Щетки Новые Ну, изношные процентов На 20 Может быть максимум Так, здесь у нас щеточный узел Так, это я все дело промою Потом здесь Здесь мы видим Такой вот беленький Это как бы Опять же, как бы герметик Но все равно Я вот по контуру При сборочке Намажу Сделаю такую дорожечку При сборке Потому что попадание воды Нам грозит Во-первых, он может сгореть И во-вторых Срок службы у него будет меньше Так Далее открываем Здесь тоже у нас Вот такой вот Типа герметика Липкий И здесь у нас Опять такой же принцип Видим, да? Такая обмотка Здесь у нас установлен Установлено Стопорное колечко Нам нужно его будет снять Интересно, почему здесь один подшипник Там либо втулка Либо Подшипник Двухрядный Да, ребят Здесь втулочка Довольно-таки хорошее решение Хорошее решение инженеров Втулка Но Если же ее менять То, наверное, ее менять будет проблематично Либо Либо просто выбивается И забивается новая втулка И все Хорошее, в принципе, решение Инженеров Я поддерживаю Здесь шайбочки идут Регулировочные Две-три Тоненькие Здесь вот Набивочка идет Для смазки Так, шайбочки сразу Надо будет убрать Положу их на Стопорное колечко Здесь набивочка идет И здесь Вот она, как бы, тоже Набивочка Промываем Смазываем Так, здесь Вот сам якорь Сама обмотка Паз Видим, ребят Паз Для смазки Как я и говорю Смазки практически нет Так же Поверхность Очень хорошая Но я маленечко Ее отполирую Все равно В принципе, все В принципе, ребята Вот такая вот Конструкция второго мотора Ребята Пишем в комментарии Какая конструкция Мотора Вам понравилась Больше Первого Или второго Лично мне Понравилась Конструкция Вот этого Моторчика Так как Здесь нет Подшипников Так как Здесь одна Широченная Втулка Вот она Какая Широченная Втулочка Здесь одна Из хорошего Из хорошего Материала Никаких Подшипников И В принципе Мне кажется Легче Сказать Втулку Чем Снимать Выбивать Подшипники Их Их надо Выбивать С Якоря Как бы Не совсем Удобно Есть Вероятность Того Что Можно Его Расколоть Потому что Он Из какого Такого Материала По любому Он колется Очень легко Втулочку Можно заказать Оригинальную Спокойненько Выбить И забить Новую И все Также Померить Штангенциркулем Выступ Отсюда И все В принципе Может быть Там даже Паз Есть Кто Знает Может быть Здесь Уже Паз Уже Там Проточен Я Не знаю Так что Вот Ребятки Кому Понравилось Такое Видео Ставьте Пальцы Вверх И Подписывайтесь На Канал И Ребята Вот Этой Смазкой Подшипники Нельзя Мазать Я Ей Не Мажу Я Смазываю Подшипники Только Градус 350 Так Что Вот Продолжение следует Продолжение следует